Страница 497. Наш ангелочек. Здравствуйте, дорогие Валентина Афанасьевна и Сергей Вячеславович. Я очень благодарна вашему сыну Вячеславу за исцеление моей болезни. Недавно мне подарили книгу, посланную Богом. Я ее прочитала со вниманием и любовью. И благодарна Боженьке и вам за такого сына Славика. Сорок дней читала ему Акафист со слезами и просила помощи. По его молитвам, милостивый Господь Бог исцелил меня от страшной болезни. Ни сна, ни покоя я не знала. Таяла, как свеча. После исцеления заказала благодарственный молебен отслужить. Читаю каждый день тропарь, делаю поклоны и благодарю. По возможности, читаю Акафист с умилением сердечным и радуюсь, что на нашей грешной земле есть и будут заступники и целители. Мне прислали белорусские сестры фотографию Славика. Я и читала Акафист перед его фотографией. И она через несколько дней начала меняться цветом. Из белой стало зеленой, волосы позеленели, и на лице под правым глазом появилось красное пятно. Оно то становится очень ярким, то бледнеет. Темные красные пятна появились на пиджаке, костюме. Подбородок и шея стали розовыми и порозовела сорочка. Все лицо, глаза, уши, все это было в капельках обильной росы. Я, как увидела эти изменения, Голька заплакала. И все время спрашиваю, ротненький наш ангелочек, о чем ты нам предвещаешь? Скорбей очень много, да и болезни одолевают. Все по нашим грехам. Слава Богу за все! С любовью к вам, раба Божья Елена. Похоже, это был Славик. Здравствуйте, уважаемая Валентина Афанасьевна. Меня зовут Елена. Я врач, живу в Воронеже. 5 августа 2007 года с группой паломников была на могилке Славика. Из ваших рук получила камешки и земельку, которыми поделилась со своими родными и знакомыми, которые, так же, как и я, прочитали книгу Эл Емельяновой «Бог говорит избранникам своим» и поверила Славику. Стоя на могилке, я подумала, как же повезло тем, кто знал Славика при жизни, кто так или иначе смог прикоснуться к этому чуду. 6 августа я вернулась в Воронеж, а 8-го уехала в отпуск. Встреча в поезде «Новороссийск-Москва» и заставила меня написать вам. Как только поезд тронулся, меня попросили поменяться местами с парнем, ехавшим в соседнем купе. Так я оказалась вдвоем с Галиной Ивановной из Краснодара, которая поведала мне следующую историю. В конце 1994 года у нее умер муж. Душевное состояние женщины было настолько тяжелым, что неоднократно приходили мысли о самоубийстве. Жила Галина Ивановна в центре Краснодара с сыном и невесткой. Молодые мечтали о ребенке, но беременность три года не наступала. 1 января 1995 года около 12 часов дня Галина Ивановна услышала разговор в прихожей. Вышла и увидела высокого стылька с бородой в черной одежде, под поясанным кушаком, и мальчика. Она приняла их за беженцев из Средней Азии, которым сын с невесткой предлагали еду. От угощения гости, поблагодарив, отказались. Галина Ивановна сняла с вешалки новый пуховик мужа и со словами «Возьмите, вам же холодно!» протянула старику. «Не нужно, у меня есть одежда», – произнес старик, показывая на свой халат. Тогда Галина Ивановна обратилась к мальчику. «Скажи, что тебе дать?» И услышала в ответ «Свечку». Женщина принесла из кухни свечу, старик наклонился к ней и произнес «Храни тебя Господь». Когда Галина Ивановна пришла в себя от изумления, надо же, явились ко мне в Новый год за свечкой. Гостей уже не было. Вместе с ними ушла и тяжесть души. Появилось желание жить. А через несколько дней Галина Ивановна, убежденная атеистка, неожиданно для себя зашла в храм, мимо которого ходила почти каждый день, и на одной из икон узнала своего гостя. Это был преподобный Серафим Саровский. Вскоре после этого случая невестка сообщила о долгожданной беременности, а в конце 1995 года Галина Ивановна стала бабушкой. Моя спутница перечитала всю доступную ликтируру о преподобном Серафим Саровском и узнала, что этот святой приходит в трудные минуты к вдовам и сиротам. Но более десяти лет она не могла найти ответ на вопрос. Что же за мальчик был с Серафимом Саровским? Я рассказала о своей поездке в Чебаркуль и подарила своей спутнице книгу о Славике, прочитав которую Галина Ивановна сказала, «Да, наконец-то я получила ответ на свой вопрос. Похоже, это был Славик». Расскажу еще об очень интересных наблюдениях, которые мы провели в нашей клинике. Дело в том, что кроме основного места работы, я занимаюсь биорезонансной терапией в частной клинике. БРТ – это один из современных методов диагностики и лечения. Аппаратура имеет широкие возможности, в том числе помогает определить, как действует то или иное вещество на организм. Оказалось, камешек с могилки Славика, введенный в контур аппарата, полностью снимает геопатогенные, электромагнитные и радиационные перегрузки. В большинстве случаев приводит к норме биоэнергетические показатели больного. Эффективность лечения возрастает. Уважаемая Валентина Афанасьевна, летом 2007 года в разное время у Славика побывали мои подруги Елена и Фаина Степановна Гончарова. Рассказ Фаины Степановны мне хотелось бы дополнить. Сын, который встретил ее в Москве, – иеромонах. И то, что он оказался в столице, было настоящим чудом. Он встречал делегацию из Иерусалима. В заключение своего письма хочу сказать вам большое спасибо за ваше гостеприимство, пожелать вам здоровья, счастья, радости, терпения. И если вдруг потребуется наша помощь, мы будем рады помочь вам. С уважением, раба Божья Елена, 2007 год, город Воронеж. Славочкина Предстательство Христос Воскресе, дорогие наши Валентина Афанасьевна и Сергей Вячеславович, с огромным и чистосердечным приветом вам из Алматы, Фатиния и Галина. Дорогие наши Валентина Афанасьевна и Сергей Вячеславович, большое-пребольшое вам спасибо за все. «Дорогая матушка, у меня были постоянные сильные головные боли, доходило даже до рвоты. Но после того, как вы положили на мою голову свой мощевик и помолились, боли прекратились, и я ожила». А у Галинки одно время на ноге появился какой-то лишай, и мы целый месяц его мазали разными мазями, но ничего не помогало, а наоборот нога даже начала гноиться. «Мы в первый же день приезда в Чебаркуль намазали ее земелькой с могилки Славика. Мы с Галей стояли бусиком у могилочки, и болячка через несколько дней совсем затянулась и следа не осталось. Вот такие дивные дела твои, Господи! Мы теперь пьем постоянно водичку с камешками с могилочки Славочки, а земелька – наша главная целебная мазь. Вот недавно Галинка отбила себе на работе палец на руке, да так сильно, что он почернел, и очень сильно болела рука. Мы развели земельку на водичке, настоянной на камешках, обмазали ею весь палец, и Галинка тут же уснула. А сейчас она даже и не вспоминает об этой травме. Но самая главная наша радость – это то, что родители наши повенчались. Мы бывали во многих святых местах, и даже в Иерусалиме были дважды. И везде мы молились, чтобы родители повенчались. Но Папа постоянно был против. Но благодаря Славочкиному предстательству перед Господом все управилось. Да, великим заступником и молитвенником является Славочка за весь наш грешный человеческий род. И сейчас он предстоит перед лицом Пресвятой Троицы Иисуса Христа и Его Пречистой Матери и помогает всем нам в этом бурном океане жизни. Дивен Бог во святых своих! Слава Богу! Ну вот, вроде бы и все, о чем хотелось поделиться с вами. Еще и еще раз за все огромное-преогромное вам спасибо и низкий поклон за вашу любовь, внимание и молитву за всех людей, таких грешных, как мы. И пусть покров Пресвятой Богородицы всегда покрывает вас, а Пресвятая Троица и Всемилостивый Господь наш Иисус Христос помогут всем нам достигнуть Царства Небесного, благодаря заступничеству Великого Сонма Святых, в числе которых находится и ваш, дорогая Матушка, возлюбленный отрок Вячеслав. Рабы Божьи Фатиния и Галина. Город Алма-Ата. Дивное исцеление. Здравствуйте, уважаемая Валентина Афанасьевна! Пишет с благодарностью вам и вашему сыночку, девица Анна. Хочу описать чудо, произошедшее со мной. По Божьему промыслу в августе 2010 года, посмотрев кинофильм «Русский ангел» отрок Вячеслав, в первый раз я приехала поклониться могилке вашего сына Славочки и чудным образом получила от него исцеление. На протяжении трех лет я страдала недугом. Были очень сильные боли внизу живота, в правом боку. Врачи ставили самые разные диагнозы. Неоднократно я проходила полное обследование, но никаких заболеваний выявлено не было. Единственное было предположение, что это онкология. Я уже совсем было смирилась с этим недугом, не получив никакого исцеления от земных врачей. Приехав на могилку Славочки, я просила его об уменьшении моих болей. Прочитав Акафист праведному отроку и помолившись, я положилась на волю Божью и Славочкиной молитвы. Вера в исцеление или, по крайней мере, на уменьшение болей не оставляла меня ни на минуту. По приезде домой я пила водичку со Славочкиными камешками, которые дали нам на могилке. Читала молитвы праведному отроку и верила в исцеление. По прошествии одного месяца я опомнилась и поняла, что никаких прежних болей не испытываю, и боялась даже просто подумать о них. Через некоторое время я окончательно поняла, что получила полное, чутное исцеление от дивного отрока. С тех пор прошел один год, и тяжкие боли больше меня не тревожат. Сейчас я приехала, чтобы поблагодарить отрока за дивное исцеление. Слава Богу за то, что он дает нам грешным таких чудных угодников во времена последняя. Надеюсь, что описанный мною случай пополнит ряд исцелений и чудес праведного отрока. Девица Анна Иванищева, 2011 год, город Оренбург. Значит, он меня любит. Хочу рассказать случай, который произошел с моей дочерью. В июне 2010 года мы всей семьей поехали на поезде в Чебаркуль на могилку святого отрока Вячеслава. Из книг мы знали, что отрок не всех допускает к своей могилке. Наша старшая дочь Александра очень переживала и несколько раз спрашивала меня. А Славочка нас любит? А если он меня не пустит к себе? На что я отвечала, не задумываясь, только чтобы не обидеть дочь. Конечно, любит. Обязательно пустит. Радость встречи с Валентиной Афанасьевной не передать словами. А как било сердце, когда мы склонились над могилкой отрока Вячеслава. Помолившись, мои девочки с разрешения Валентины Афанасьевны стали выбирать себе камешки. Саша с таким усердием перебирала камешки, что все ручки у нее стали белые от мраморной пыли. Валентина Афанасьевна предложила ей помыть их, на что она с твердой уверенностью сказала, «Нельзя, это же святынька». Матушка успокоила ее, сказав, что руки можно помыть над цветочком. Она сама полила ей на руки и подала чистое вафельное полотенце. Как только Сашенька стала вытирать руки, мы все почувствовали сильное благоухание. От недоумения мы развернули полотенчика и были поражены. Места, которыми она вытирала руки, порозовели и благоухали. Младшая дочь тоже подбежала и стала вытирать ручки. Но, увы, только испачкала его своими ладошками. «Значит, он меня любит». Удивление, радость и счастье мы читали в глазах дочери. «Вот уж действительно, поверье вашей, да будет вам». Благоухание от полотенчика исходило несколько дней, а розовые пятна сохранились и сейчас. Сашенька очень дорожит подарком от Славочки и бережет, как святыню. Елена Потанина, 2010 год. Город Владимир. Славочкин, ты к нам пришел на землю, чтобы нас предупредить и поскорее миру божественную волю объявить. Для нашего спасения учил нас, как нам жить. От всех болезней тяжких лекарства закупить. В молитве быть почаще, во Божий храм ходить и о прощении рода всегда-всегда молить. Сказал нам, что войною очистит Бог страну, и мы готовы к бою за Родину свою. Антихристу, злодею, нельзя никак служить, иначе в жизни вечной нас будет Бог судить. Кто примет номер беса, того оставит Бог. Всемилостивый, добрый, он всем бы им помог. Молись за нас, наш ангел, наш Славочка родной, чтобы остаться с Богом и не упасть душой. Мы крепко-крепко верим, что не оставишь нас, и перед Божьим ликом помолишься за нас. Екатерина Потанина, февраль 2013 год, город Владимир. Со мной произошло чудо. Хочу поделиться своей радостью и рассказать об исцелении, которое со мной произошло во время просмотра кинофильма об отроке Вячеславе. Расскажу по порядку. Я, грешная раба Божья Наталья, со школьных лет мучилась очень сильными головными болями. С возрастом боли только усиливались. Доходило до того, что по три дня я лежала с таблетками, практически не вставая с постели. Очень часто я испытывала головокружение с рвотой, были даже случаи с потерей сознания. По великой милости Божьей со мной произошло чудо. Великим постом в апреле месяце этого года мне попал в руки кинофильм об отроке Вячеславе. «Русский ангел» отрок Вячеслав. Фильм первый в четырех частях. По молитвам отрока Вячеслава при просмотре первой части кинофильма я совершенно неожиданно почувствовала и каким-то образом даже видела, как из моей головы от уха до уха, по затылку, очень нежно-нежно вытягивались тоненькие ниточки. Эти ниточки были ровно обрезанные, одинаковой длины, примерно 10-15 см, скрученные как бахрома. Цвет ниточек напоминал фитильки от лампады. Когда они вытягивались из моей головы, мне было очень легко и приятно словами этого не передать. Но в тот момент я даже не понимала, что со мной происходит чудо. Осознание этого ко мне пришло только после того, как я просмотрела вторую часть фильма, где Валентина Афанасьевна очень подробно рассказала о том, что многие люди испытывали очень похожие ощущения, когда их лечил Славочка. Оказывается, очень многие люди, которых лечил отрок Вячеслав, во время лечения тоже чувствовали, как из больного места у них выходили как бы тоненькие ниточки. И боль утихала. А рассказ рабы Божьей Анастасии М. Ш. Хакимовой об исцелении ее от головных болей почти полностью совпадает с тем, что видела и ощущала я. Самое удивительное во всем этом было то, что мои постоянные и сильные головные боли ушли и с апреля по настоящее время, август 2011 год, больше не возвращались. Сейчас я уже понимаю, что со мной произошло самое настоящее чудо. Совершенно неожиданно я получила от отрока Вячеслава исцеление от многолетних и очень сильных головных болей, которые совершенно изматывали меня. «Прости меня, Господи, недостойную рабу Твою, что я не сразу все осознала и не стала славословить Тебя. Прости меня, праведный отрок Вячеслав, Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Дивен Бог во святых своих!» Наталья Макеева, 2011 год, город Москва. «А он ко мне пришел. У меня есть племянница Маша. Она очень почитает отрока Вячеслава. Когда она в первый раз увидела его фотографию, ей тогда было 4 года. Она даже легла с ней спать и поставила ее рядом с собой на подушку. А началось ее знакомство с отроком Вячеславом с того, что у нас появилась книга об отроке, посланной Богом, написанная его мамой, и в этой книге есть его фотография. Когда Маша увидела эту фотографию, она мне сказала, «Няня, я хочу себе такую же фотографию, чтобы она была у меня дома». Одна наша знакомая прихожанка пересняла и принесла нам эту фотографию. И Маша впоследствии спала уже не с книжкой об отроке, а с самой его фотографией. И еще мы с Машей перед сном обычно читаем Евангелие и мажемся святым маслицем. У нас много разного маслица от разных святынь. И из Иерусалима, и из других святых мест. Есть у нас и маслица от отрока Вячеслава, которые нам привезли наши духовные сестры из Чебаркуля. И когда я каждый раз ее спрашиваю, «Машенька, каким мы маслицем сегодня будем мазаться?» Чаще всего она говорит, «Тем, которые от отрока Вячеслава». И конфеты мы с ней кушаем, которые были освещены на могилке отрока Вячеслава. Маша очень его любит. Расскажу об удивительном случае, который произошел с Машей и о котором она мне сама рассказала. Однажды утром я прихожу к ней, и она с порога мне говорит, «Няня, а ты знаешь, мне отрок Вячеслав сегодня приснился». Я говорю, «Машенька, как он тебе приснился?» А она говорит, «Няня, ну вот так. Я спала в кроватке с мамой, а он ко мне пришел, и мы с ним пошли туда». Я говорю, «Куда, Маша, вы пошли?» А она, «Няня, няня, ну куда?» «Туда. Наверх мы пошли по ступенькам». А мама в кроватке спала, она не видела нас. И Маша дальше стала рассказывать. Мы, говорит, пошли туда, а там так хорошо на небе. Я тогда у нее спросила, «А что ты там видела, Машенька?» «Там, говорит, я видела Николая Угодника». Я говорю, «А еще кого ты видела там?» «Еще видела Кирилла и Марию, родители преподобного Сергия Радонежского. Преподобная Мария – небесная покровительница Маши». «Мы, говорит, туда заходим, а там так красиво! Там разные домики, в которых святые живут. Мы у Евы были». Я говорю, «Маша, у какой Евы?» А она говорит, «Ну, та, которая с Адамом. Мы у них были». Я тогда у нее спросила, «Маша, а там какие-нибудь фрукты есть? Может, там яблоки растут?» Я спросила про яблоки, потому что слово «рай», как правило, с райскими яблоками ассоциируется. Она говорит, «Да, там яблоки были. Там очень много растет деревьев и цветов. А еще, няня, там такие вкусные персики!» Я, говорит, подошла к нему и спросила, «Можно?» Я говорю, «Маша, кому ты подошла? У кого ты спросила?» А Маша говорит, «Няня, я у Господа спросила». Я говорю, «И что он тебе сказал?» А он сказал, «Что можно?» «Няня, там все так вкусно!» «И персики я ела, и яблоки, и ананас!» А потом, говорит, «Отрак Вячеслав меня в кроватку положил». Я говорю, «А как он тебя в кроватку положил?» «Ну так, мы с ним спустились, и он меня в кроватку положил». Я спросила, «А мама-то знает?» «Нет, мама ничего не знает. Она в кроватке спала». Вот такой удивительный рассказ я услышала от нашей Маши. А еще случай произошел уже со мной. Весной этого года я неожиданно заболела. Была постоянная усталость и ломила кости. От этой боли я даже ночью не могла спать. Несмотря на то, что я тружусь при храме, к помощи Божьей я почти не взывала от уныния. Натиралась обезболивающими мазями, пила снотворное, чтобы не чувствовать боли, но это помогло мне всего лишь на одну ночь. Пробовала и народные средства, но и они мне мало помогали. Я испытывала постоянные боли, которые временами были просто невыносимыми. Так продолжалось почти полтора месяца. В очередной вечер боль стала настолько сильной, что у меня началось отчаяние. Я уже не знала, что мне дальше делать. И тут я вспомнила о святом масле. Это была моя последняя надежда. В святом углу у меня стоят бутыльки с освященным маслом из разных святых мест и от мощей. Среди них было и маслице, освященное на могилке отрока Вячеслава. Сначала я решила натереть больные места маслом, освященным на мощах преподобного Сергия Радонежского, так как особо его почитаю. Но получилось так, что, перепутав бутыльки, вместо масла от преподобного Сергия случайно взяла масло, освященное на могилке отрока. Поначалу я даже подумала, что надо поменять и взять то масло, которое я хотела. Но в голове промелькнула мысль. Коль взяла это, значит, воля Божья. Растелев больные места, к своему удивлению и радости, я вдруг почувствовала, что моя боль мгновенно прошла. Осталась только слабость в суставах. Это было настолько явно, что я даже сама не могла в это поверить. В течение недели я еще два раза растиралась святым маслом от отрока Вячеслава, после чего мои боли полностью прекратились и усталость прошла. Я благодарна Богу и праведному отроку Вячеславу за исцеление и великую милость ко мне грешной. Елена Бобкова, 2011 год, город Владимир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова